всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия вновь я на своем рабочем месте и приглашаю вас совершить пассив очередных цветочных культур почему так рано спрашиваете вы неоднократно потому что именно у этих культур а именно у пеларгонии и гацании должно пройти определенное количество времени до первого цветения начну я с пеларгонии я не первый сезон выращиваю ее из семян ну просто-напросто для себя и вот в прошлом сезоне я сделала вывод что все-таки нужно эти семена посеять пораньше в прошлом году я по моему ее сеяла в январе в этом году решила вообще посеять в ноябре потому что она у меня зацвела практически под конец сезона и вот сейчас я ее занесла домой можно сказать что как будто бы она в самом соку то есть ей вот сейчас бы находиться на солнышке цвести и для нее было бы все замечательно ну и плюс я все-таки в этом сезоне заказала профессиональные семена пеларгонии именно плющелистный так как я ее хочу включить в ассортимент на реализацию на будущий сезон поэтому естественно что к моменту реализации мои кустики должны соответствовать до заявленному то есть это как минимум должен быть хоть один бутончик не знаю конечно получится у меня это или нет вот тоже также про эустому спрашивали зачем мне так рано про бегонию то есть большинство культур которые я выращиваю они выращиваются именно для реализации поэтому к моменту продажи соответственно естественно что должен быть кустик и было бы отлично идеально если бы на нем был хоть один бутончик и ну а верх совершенства естественно чтобы он был распустившийся так что вот пеларгонию дальше гацанию я смотрела прошлый позапрошлый сезон блогеров своих любимых и не понимала тоже почему они так сеют рано но поняла потому что действительно гацания развивается очень медленно ну и если ее брать на реализацию то конечно же тоже хотелось бы чтобы кустик был уже достойный чтобы предложить было что а не три каких-то маленьких листика тоже как вы видите профессиональные семена у меня в этом сезоне гацании поэтому тоже сею ее рано сегодня у нас 5 ноября в общем продолжаю я свои посевы ну и начинаю по порядку с чего мы начинаем это конечно же сплошек обязательно у нас должны быть дренажные отверстия первую очередь который мы делаем паяльничком или накал накаливаем гвоздь обязательно не забывайте делать дренажные отверстия ну ложку мы с вами подписываем с помощью малярного скотча это делать очень удобно название культуры и дату посева очень удобно это делать дальше я приготовила вот у меня чистый здесь торф в этом сезоне у меня есть на остатке еще торф классман в данном моем случае можно использовать любой другой торфосодержащий субстрат чтобы большинство здесь было торфа берите проверенный субстрат потому что все таки семена нам дороги сходы это самое нежное создание и им нужно обеспечить благоприятные условия то есть в этой плошке не должно быть ни загнивания ни плесневения ни каких-то живностей ну а в этом нам еще конечно помогут дополнительные обработки в поливочную воду я для обработки грунта добавляю фунгицид и инстектицид всегда об этом говорю ну и повторяю потому что будут все равно я знаю что вопросы фунгицид можете использовать конечно ну любой который вашей аптечки но вот смотрю всегда знающих умеющих блогеров они советуют привикур energy я его использую и вам всегда советовала затем вот фитоловин я посмотрела он тоже неплохой у него состав здесь еще есть комплекс антибиотиков и вот сейчас по почте прислала ульяна фунгицид стрекар и я прочитала что его тоже также можно добавить добавлять в поливочную воду потому что здесь тоже есть основное вещество которое вот именно помогает бороться с болезнями фунгицидами мы избегаем болезни растений ну а инстектициды это вот я использую актару будете спрашивать сколько я добавляю того другого или третьего я всегда говорю что я следую согласно инструкции на любом препарате есть инструкция где написано четко и ясно сколько или миллилитров или грамм вы должны добавить на 10 литров или на литр если на 10 соответственно высчитывайте на объем вашей воды я ничего не придумываю вот ну честно дальше опрыскивать семена я буду уже водичкой с добавлением циркона вот смотрите есть у меня инсулиновый шприц им очень удобно набирать 02 вот этого шприца я добавляю на 2 литра воды уже я так себе рассчитала 4 капли нужно на 2 литра nv 101 если у вас немного семян например 35 штучек то не нужно брать большой к контейнер и много почвы туда накладывать это не есть хорошо почвам может не просыхать молодые сеянцы молодые корешки могут загнивать соответственно лучше брать вообще вот если например для трех для пяти сеянцев то хватит вот такого маленького контейнера и 35 сантиметров грунтом будет достаточно для того чтобы вот наши семена взошли затем укоренились до момента когда мы их распикируем вот этого объема почвы им будет достаточно почему я взяла большой контейнер потому что естественно что у меня уже не 35 семян например пеларгонии у меня 25 штук ага цани я хочу вы высеять 100 штук поэтому вот такие контейнеры я и приготовила я наполнила плошки торфом он у меня сухой и сейчас я его должна увлажнить чтобы он напитался именно вот нашим раствором где фунгицид и инстектицид можно делать это из принцовки я использую вот такую вот бутылочку здесь у этой бутылочки у меня самое узенькое отверстие поэтому я не перелью так а переливать я очень люблю пусть постоит и напитается ну а пока ложечки напитываются я сделаю некоторую манипуляцию с семенами пеларгонии так как в прошлом сезоне я также показывала посев пеларгонии очень много мне написали что стеют пеларгонию на кипяток как говорится что семена они покрыты вот такой сложной оболочкой и чтобы ускорить всхожесть семян используется кипяток я решила попробовать попробовать потому что ну действительно очень много положительных отзывов об этом способе и что хочу сделать я вода недавно скипела то есть не совсем крутой кипяток вот я хочу просто-напросто в соусницы залить эти семена пусть они здесь полежат вот так наверное оболочка растает размокнет уйдут все вот эти вот вещества которыми покрытые семена и думаю может быть я действительно облегчу всхожесть семян ну буду пробовать да ну в любом случае вы свидетели и буду вам вас держать в курсе и показывать что получилось действительно ли семена взойдут быстрее кстати хотела показать вам у меня здесь семена плющилистной пеларгонии микс видите как видно да что все семена разного цвета то есть действительно здесь у меня будет прям такой микс миксовый самый что не на есть микс ну вот у меня принципе водичка уже вообще остыла думаю хватит следующее что мы с вами должны сделать это утрамбовать уплотнить почву ну от полива она и так принципе схватилась знаете так вот такая утром плотненькая стала но все таки я продублирую посмотрю чтобы наверняка посмотрите с помощью шпажки я для посева семян пеларгонии сделала вот такие вот бороздки пеларгонии буду сеять вот такими рядочками поперек а вот гацанию буду сеять вдоль ложки потому что гацании семян у меня намного больше и я считаю так экономичнее посев совершать чем поперек вот вдоль такие бороздки для гацании я наметила затем очень удобно из этих бороздок вот так вот брать и окучивать я неандык неоднократно показывала как я это делаю ну и в будущем сезоне точно также вам покажу то есть будет всходить семечко из этой бороздки и вот из этих вот то что у нас осталось свободное мы с вами потом окучим и будет нам счастье тоже касается посева семян пеларгонию я буду присыпать этим же самым субстратом а гацанию буду оставлять наверху мой опыт показывает что в принципе семена гацании не хуже всходят если ее не присыпать ну что ж бороздки мы с вами наметили теперь приступаем к посеву семян семена что у пеларгонии а также семена гацании довольно крупные причем посмотрите семена гацании пришли мне обработанные производитель заявляет всхожесть 99 процентов я надеюсь что так и будет очень очень удобно раскладывать крупные семена пинцетом на зубочистку конечно же они уже спадут зубочистки а вот пинцет в этом случае помогает у меня набор таких пинцетов кстати я неоднократно их показывала и покупала я их уже наверное года три назад фикс прайсе я не знаю если сейчас там такие пинцеты но вот как я тогда говорила показывала как я купила паяльник фикс прайсе очень он мне нравился он такой миниатюрный маленький я им делала отверстия дренажные в ложках служил он мне несколько лет верой и правдой ну и в итоге поломался и что вы думаете я до сих пор вот каждый раз когда прихожу фикс прайс я первым делом иду к этой стойке и смотрю не появился ли такой паяльник потому что у него носик маленький был и очень удобно конечно вот именно что в небольших плошках делать им отверстие вы сейчас я использую паяльник мужа нос этот очень широкий и в маленьких плошках конечно не очень хорошо такие прям совсем огромные дыры делать не знаю конечно можно поискать на просторах интернета есть ведь все таки сейчас наш прославленный вал берест и озон там я еще если честно не смотрела может быть вы если знаете подскажите пожалуйста напишите в комментариях буду вам конечно же очень благодарна ищу в общем я в поисках нового паяльника для себя для удобства использования очень не нравится и всегда вам показывала и хвалила ну вот семена я посеяла пиларгонии и следующее что я должна сделать это опрыскать их сверху для ускорения прорастания вот так вот замечательно достаточно ну и присыпаем тем же торфом сверху нашу пиларгонию как вы видите он воздушный так что с него легко и просто прорастут семена глубина заделки у нас вольируется от 0 5 сантиметра до 1 максимум вот так вот мы прихлопнем притопнем и прихлопнем прижмем наше семечко к почве чтобы корешок быстрее ухватился за почву так как все-таки семена крупные эту манипуляцию можно и нужно делать если бы у нас были мелкие семена то конечно так так делать не нужно и сверху я смочу эту почву потому что торф сухой хотела добавить что пиларгония что гацания они довольно сильные растения как сказать то не привереды и вот то что я так сею например как вы видите гацанию близко это меня нисколько не смущает потому что пикировку она что пиларгония что гацания они переносят достойно ну пиларгонию я вы видели что на хорошем расстоянии то есть у меня там два даже два с половиной сантиметра получилось между семенами я посеяла ну а гацанию так как повторюсь у меня семян больше я вот сею с расстоянием между семенами в один сантиметр этого принципе будет достаточно ближе сеять не нужно потому что они появляются всходы знаете такой петелькой довольно крупной петелькой затем появляются такие длинные семидольки и если например их посеять ближе друг другу то ну создаться создастся проблема затем в дальнейшем и произрастании и пикировки ну что ж друзья мои семена гости гацании я посеяла также нужно их опрыскать сверху сходят семена например пиларгонии очень разнообразно у меня было такое что я вот например показывала первые всходы на седьмой день а то и на пятый в прошлом сезоне у меня были такие семена на пятый день ну а затем в ложке когда вот уже первые всходы они уже доросли до третьего настоящего листочка появлялся откуда ни возьми например там тот же 5 сейница если из пачечки было там 5 до семян то вот вот такое может быть то есть пиларгония всходит вообще неравномерно от нее можно ожидать всего чего угодно ну а семена гацании они всходят примерно на 7 тире 14 день ну тоже это будет зависеть мне кажется от условий прорастания а условия прорастания они должны быть соблюдены во-первых конечно же это подсветка подсвечиваем мы с вами всходы не менее 12 часов в день у меня подсветка включается в 7 часов утра и выключается в 10 часов вечера целый день горит дальше температура произрастания семян у нас не должна опускаться двадцати двух градусов то есть чем ниже температура тем дольше прорастания семян ну что ж вот как вы видите первые по 7 посев на сегодняшний день у меня совершен ну а если он вам понравился не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх я сейчас пойду попью чайку и продолжу дальше сажать у меня на сегодняшний день есть еще планы посеять некоторые цветочные культуры ну а чтобы не пропустить этот посев не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых видео ну а я всем желаю крепкого здоровья отличного настроения и тем кто уже со мной посеял некоторые плошечки я желаю удачи нам всем и самое главное это дружных всходов всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока